235 юных пензенцев с начала этого года оказались на больничной койке по разным причинам. 18 несовершеннолетних погибли. Такие показатели в нашем регионе фиксируют впервые за последние несколько лет. Статистику в прямом эфире в группе Центра управления регионом ВКонтакте озвучила замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьёва. Справедливости ради стоит отметить, что в 2022-м к типичным ЧП с участием детей добавились аварии с электросамокатами. Однако и без того общая картина не выглядит обнадёживающе. В этом году мы видим больше несчастных случаев, которые происходят путём отравления у детей. Вот у нас рост путём причинения себе вреда. Либо это смертельные случаи, либо это случаи, которые подвергаются госпитализации путём падения с высоты, либо механической асфиксии. Все случаи частные. В Минздраве отмечают ЧП с детьми чаще всего происходят в выходные и праздничные дни, когда несовершеннолетние находятся со своими родителями. И в этом случае даже минутная потеря бдительности может привести к непоправимым последствиям. Особенно если сам ребёнок не знает, где его может подстерегать опасность. У нас это предложение не первый год, когда мы говорим о том, что к безопасности детей нужно приучать. Сейчас у нас дети даже не умеют падать правильно. И это действительно проблема. В то же время, как отметила Марина Воробьёва, снизился показатель употребления алкоголя среди подростков почти наполовину по сравнению с 2019 годом. Во многом благодаря систематическому тестированию, которое инициировал региональный Минздрав. Эфир в социальной сети длился более 40 минут. За это время успели обсудить около 10 вопросов, которые задали жители региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова